Итак, дорогие друзья, мы с вами в студии программы подробности. Я вам с удовольствием представляю чемпиона Европы, который сидит рядом со мною. Кстати, не каждый раз удается так вот с чемпионом Европы побеседовать. Ну а конкретнее Антон Князев, наш простой рязанский судомоделист, простой рязанский чемпион Европы по судомодельному спорту. Вот так вот просто мы и общаемся. Ну то, что вы еще и депутат Рязанской городской думы, наверное, рязанцы уже знают, потому что вы у нас бывали здесь в официальном своем представительстве. Но теперь-то мы вас видим, уж извините сказать, как простого человека нашего, правда, который имеет вот такой европейский статус. Итак, Антон, чемпион Европы по судомодельному спорту – это, в общем-то, не приходилось мне вот за свою долгую, так сказать, эфирную практику еще общаться. Давайте вот сначала про ваше достижение поговорим, а потом уж посмотрим, как все это дело получилось и как вы к этому шли. Итак, расскажите, предшествовало чемпионат Европы, наверное, другие какие-то отборочные наши федеральные соревнования. Да, в начале июля состоялся у нас в Сергиевом Посаде чемпионат России, где мы со своей командой также заняли первое место. Две первые команды, все их члены попадают по итогам соревнований в сборную России и отбираются вот как раз на чемпионат Европы. И две недели назад в Калининграде состоялся вот тот самый чемпионат Европы, где в отборочных соревнованиях там участвовало порядка 35 стран. На самом чемпионате было представлено 8. И как бы вот мы заняли там первое место. Теперь, для тех, кто не в курсе, судомодельный спорт, вообще вот что там нужно сделать, как проходит соревнование, ну вот так, знаете, в целом и общем. Потому что, ну, многие думают, что там судомодельный спорт, запустили свои модельки, кто первый доплывет. Тут же все сложнее немного. Да, тут как бы вот чуть-чуть немного объясню. То есть, в судомодельном спорте есть несколько классов. То есть, от технических вещей, то есть, правильности прохождения, там, препятствий, там, скорость, паруса. Наш класс, вот я выступаю в классе F6, он называется. Смысл его в том, что судьям пишется сценарий, действие. Да. Мы выставляем вот на этот момент, у нас было 14 кораблей, и вот этими 14 кораблями мы, как бы, должны выполнять этот сценарий. То есть, там цистерны с нефтью взрываются, один корабль подъезжает, их тушит, вертолеты взлетают с площадок, там, людей спасают. Слушайте, там целая экшен. Подводная лодка, да, такой вот мини-экшен, на самом деле. Да, и судьи, как бы, оценивают по стабальной системе, то есть, допустим, у нас было заявлено 180 действий, из которых мы все сделали и набрали максимальное количество, там, баллов. Невероятно, наверное, интересно смотреть все это дело. Зрители много собирают такие вот действия? Вы знаете, как вот, ну, на России я первый раз участвовал на таком уровне сравнения, то есть, действительно, так достаточно серьезно в Сергиевом Посаде к этому отнеслись, то есть, как бы, и милицией все было огорожено, озеро где это все проходило. Ну, человек 100, наверное, был зрителей, а на чемпионате Европы, ну, наверное, человек 300 вот в моменте смотрели. То есть, интересно, детей много, то есть, подходят кораблики там. У детей, наверное, я так думаю, машинально вот так вот пальцы как с джойстика. У детей там самая главная задача их, чтобы они там ничего не тронули, да, потому что все очень тонкое, сломать очень легко, поэтому, ну, как бы вот так вот. Слушай, интересные такие задачи, прямо напоминают чем-то это компьютерные современные игры, ну, не жестокие, но такие, вот, действительно, экшен какой-то, что вот так надо, и это сложная, тонкая, филигранная, капитанская работа, я бы так сказал. Можно так назвать это, да. Интересно, вот у вас какие-то условные кораблики, ну, напоминающие кораблики, или это какие-то точные копии? Точные копии, да, то есть, это обязательно условие, как бы, ну, можно, естественно, сделать и обычный, как бы, корабль, но там тоже бальной системы, то есть, чем у тебя сложнее корабль, тем, как бы, приветствуется усудие. Не дощечки вот так вот. Да, нет, нет, там корабль, там достаточно, как бы, так вот я просто, если микро в цифры собрать, то есть, вот, чтобы купить и сделать, где-то корабль в метр, со всеми, там, кранами, да, 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 то есть, это где-то обходит с порядка трех с половиной пяти тысяч евро. То есть, вроде, вот, кажется, такая вот штучка, а достаточно дорогое удовольствие, то есть, вот, представьте, там, 14 единиц, там, порядка, там, полутора миллионов, это все стоит, как бы, да, 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 да. И разыграть с ней, то есть, она должна еще вот эта вот модель соответствовать, ну, я не знаю, как, правилам и нормам навигации тонким тоже вот таким, подойти к горячему. Не то, что даже так, а оценивают, если у тебя в сценарии написано, что государственный флаг поднимается на судне, то он должен подниматься, и все, да, не поднялся, баллов лишили, как бы, то есть, до таких тонкостей. Интереснейшая такая вещь. Вот, самый простой вопрос. А почему вам удалось завоевать первое место на России? Что, значит, у вас, ну, лучше всего вот это вот было продемонстрировано без ошибок, или же это связано с тем, что у вас, может быть, ну, самые лучшие какие-то с технической хитринкой корабли были? И на России, и на Европе. Почему так получилось? Потому что, во-первых, от состава команды, да, то есть, у нас двое заслуженных мастеров спорта России участвует их, если я не ошибаюсь, в России по судно-модельному спорту, ну, прям 4-5-6 человек. Двое из них у нас в команде. Трое мастеров международного класса, четвертым вот стал я, а сейчас вот норматив выполнил на Европе, как бы. То есть, как бы от состава команды до, именно, как вы сказали, техники. То есть, техника у нас на порядок. То есть, у других команд, допустим, люди выставляются там с шестью моделями, а у нас 14. И, честно говоря, мы даже, что Россию, что Европу, то есть, как вообще все происходит. То есть, первый день – это стенд, просто выставляешь всю технику, судьи ее смотрят, второй день – это первая попытка, и через 2-3 дня вторая попытка. И уже по максимальной попытке дают количество баллов. То есть, мы, что Россию, что Европу, в первой попытке уже были, как бы, недосягаемы до... Всех победили. Да, да, да. Вот мы до эфира с вами поговорили, как бы, вы говорите, давайте медаль покажем. А я ее, честно говоря, почему еще и не забрал, потому что мы на первой попытке выиграли, и я, как бы, уехал до награждения. Поэтому, как бы, там, ну, ребят, заберу ее просто. Ну, у нас в Рязани люди простые, подумаешь, металь там. Да и не так, я шучу, как бы. Ага. Ну, я тоже. А, значит, как ваша команда называется-то? Вы какую команду там представляете? У нас команда там, знаете, как... То есть, если чуть-чуть исконно начнем. Первый раз я попробовал, там, лет 10 назад поуправлять корабликом, случайно, чисто. То последний год, вот, познакомился с одним из ребят, кто профессионально этим занимается, и езжу, ну, по работе часто езжу, там, в Москву, в Московскую область, как бы, и вот там встречаемся. Они каждый день тренируются, и вот, по возможности, я, как бы, там, с ними тренируюсь. А, это у вас команда, так сказать, свободных людей? Да, то есть, я про что и говорю, то есть, в принципе, там, по большому счету, да, там, команда называлась, там, МЧС-1, я образно говорю, то есть, это, ну, ни о чем не говорит. То есть, у нас все люди, я был рязанец, Ленинградской области, вот, один из заслуженных мастеров спорта, и со Смоленска, ребята, основная масса, то есть, как бы, и люди, вот, которые, именно заслуженные такие люди, одному 61 год, другому 42, и они занимаются, ну, с начала 70-х годов. То есть, один, там, с 5 лет, другой, там, с 15 лет. То есть, вы так по зову души, как бы, нашли друг друга. Да, 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 да. Вот, по, ну, естественно, по интересам, нашли друг друга, объединились в команду, так сказать, притерлись эмоциональными характерами, потому что это очень важно для команды, да, потому что человек, которого, ну, как-то к нему относятся негативно, в одной команде уже не сможешь с ним, наверное, я. И вот так вот свободная, так сказать, группа свободных людей, которые, вот, да, 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 собираемся, выступаем и сами, то есть, вот, сейчас мы отобрались на чемпионат мира, то есть, в следующем году, вот, ну, бог даст, там, здоровье, там, все, и поедем на чемпионат мира, он в Венгрии будет проходить. В Венгрии вам удачной, успешной поездки. Спасибо большое. И надеемся, что вы придете к нам уже после Венгрии, а может быть и до этого, с медалями уже и в статусе чемпиона мира. Вот здесь же, в этом кресле, вас ждем. Все, большое спасибо вам. Удачи. Все. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели информационный программ телекомпании «Город подробностей». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok